Добрый день, с вами Ольга Спиридонова на канале Про Цветок. И сегодня мы с вами поговорим о такой, может быть, не очень эстетичной, но очень близкой к телу теме, как грибок. Грибок кожи, грибок ногтей, грибок внутренних органов. К сожалению, это проблема некрасивая, часто мешающая. И мы теряемся, когда сталкиваемся с ней. Особенно, когда мы много времени проводим на свежем воздухе, на даче, в деревне, ходим босиком, где-то спотыкаемся, травмируем ноги, и появляются трещинки. Либо, наоборот, в городе мы ходим в бассейн, наоборот, часто приходится быть в обуви, где ноги потеют, нарушается целостность кожных покровов. И, привет, зуд, неприятные высыпания, покраснение, или же начинает желтеть, или расслаиваться, или крошится ногтевая пластинка. Что с этим совсем делать? Прежде всего, не паниковать. Надо понимать, что любые проблемы в организме в первую очередь указывают на то, что упала общая иммунная система организма, в том числе и грибок. Грибок не заведется в здоровом, крепком организме. Если грибок уже завелся, значит, где-то упал иммунитет. В первую очередь смотрим, где мы себя недолюбили, недокормили, недоукрепляли свою иммунную систему. Что мы можем сделать? Разнообразить свое питание, обязательно снизить количество сладкого и крахмалистой пищи. Почему? Потому что это любимая пища и для грибка, в том числе. А мы хотим с ним расстаться. Добавить свежих фруктов, овощей, добавить цельнозерновых каш, хлеб из муки грубого помола, лучше ржаного. Сладости заменить на что-то натуральное. Мед, сухофрукты, финики, пастила натуральная, без сахара. Сейчас хватает таких вариантов, как в магазинах, так и в закромах у наших хозяюшек. И обратить особое внимание на кишечник. Дело в том, что кишечник должен быть чистый, для того, чтобы там ничего не залеживалось, не бродило и не давало пищу вот таким вот нехорошим нашим подселенцам в виде грибка. Когда мы наладили нашу внутреннюю сферу, параллельно начинаем заниматься и наружной сферой. Как я уже сказала, грибок бывает и на коже, и на ногтевой пластине. Если с кожей мы можем разобраться достаточно быстро и достаточно несложно, то вот ногтевую пластину по-любому нам придется лечить не один месяц, иногда до полугода. Но было бы желание. В обязательном порядке надо понимать, что какие-то препараты природные или же фармакологические, но лучше, конечно, травы, необходимо применять сразу в двух направлениях и внутрь, и снаружи. Только тогда мы можем добиться какой-то стойкого, эффективного излечения. Итак, чем мы можем снаружи обрабатывать кожу? Очень хорошо пойдут ванночки из такого растения, как вероника ускалистная. Хорошо пойдут ванночки из горячего, например, яблочного уксуса или чайного гриба, того, что имеет кислую консистенцию. Некоторые делают с марганцовкой, но я предпочитаю растительные препараты. Почему? Потому что они не дают таких побочных эффектов в виде высушивания кожи, шелушения. Ну и получается замкнутый и порочный вот такой вот круг. Одно лечим, другое калечим. Очень хорошо наружно идут эфирные масла. Эфирное масло чайного дерева, эфирное масло гвоздики, эфирное масло эвкалипта, розмарина. Их можно смешивать с кремами для ног. Их можно добавлять в ножные ванночки. Ими можно пропитывать наши носочки, что мы там носим, чулочки. Если, кстати, у нас нарисовался грибок на коже, очень желательно синтетические колготки, чулочки носить по минимуму, давать дышать нашей коже, чтобы не было в ногах сырости, чтобы они были сухие. После того, как ножки помыли или попарили в траве, мы их не вытираем, а даем им высохнуть, чтобы вот эти растительные экстракты на нашей коже оставались. Никуда мы их будем не смывать. Очень хорошо подсушивает и одновременно лечит грибок такая интересная пудра растительная. Берем листочки дуба. Можно кору, но кору труднее молоть. Берем листочки шалфея и траву мяты. Высушиваем как следует и смалываем. Смалываем в порошок, который просеиваем или через очень-очень мелкое сито, или через капроновый чулок, который уже не нужен. Вот эту мельчайшую пудру, которая у нас получилась, можно засыпать в межпальцевые складки. Можно ею посыпать изнутри обувь или носки. Она очень хорошо помогает как высушивать, так и дубить, вязать кожу и оказывает противогребковый эффект. Можно данный сбор листья дуба, мяты и шалфея использовать другим образом. Сделать крепкий отвар, 3-4 столовых ложки на стакан или на кружку кипятка. И после того, как настоится, процедить вот в этом отваре выстиранные носки, окунуть и не отжимая дать им высохнуть. Потом эти носочки можно носить на коже, они будут оказывать противогребковый эффект не хуже фирменных патентованных противогребковых пропиток. К тому же такие носочки, и такая пропитка, и такая пудра будут убирать запах пота, давать приятный аромат от ваших ножек и помогать справиться с избыточной потливостью. Это подойдет не только нашим прекрасным дамам, но и мужчинам, которые целый день иногда бывают в ботинках, а то и в сапогах, если это военные, если это сотрудники каких-то военизированных подразделений. Им приходится ходить, и ноги потеют, и тоже может быть грибок. Что мы можем делать еще? Очень хорошо помогает при грибке именно ногтевой пластины чистотел. Растение ядовитое, тем не менее, если аккуратно им пользоваться, оно тоже может помочь. Что мы можем сделать из чистотела? Наружно под ногтевую пластину мы можем сделать настойку чистотела, а внутрь квас на чистотеле, на молочной сыворотке по Болотову. Рецепт вы можете найти на канале нашей фитошколы Дивея или же найти в интернете. Делается квас тогда, когда у нас растет чистотел. Лучший идеальный вариант, когда это майский чистотел, свежий, со своей дачи. Но если нет возможности, можно в первый раз попробовать купить где-то в аптеке пачку сухого чистотела, сделать из него. Сыворотку лучше брать деревенскую, но если нет возможности, попробуйте первый раз сделать и на городской в магазине. Делается квас, трехлитровая банка и принимается по столовой ложке 2-3 раза в день. Первый раз начинаем с чайной ложки, чтобы, не дай бог, у нас не высыпала какая-то аллергия, мало ли у кого-то индивидуальная непереносимость. А на ночь ноготь и под ногтем вычищаем и обрабатываем настойкой чистотела. Если пластина крошится по верхнему краю, что можно сделать? Можно ватку взять или спонжик, пропитать настойкой чистотела, приложить к ногтю, а сверху одеть резиновый напалечник. И так спать всю ночь. Утром встали, помыли, смазали кремиком и пошли на работу. Вечером все то же самое. Настраивайтесь на то, что эта проблема такая небыстрая, как я уже сказала, с ней необходимо будет общаться месяцами. Что у нас делает чистотел снаружи? Он помогает бороться с грибком конкретно на ногтевой пластине. Изнутри он помогает выпалывать корни проблемы в организме, борясь с грибками и вирусами внутри. Если у вас нет возможности сделать квас на чистотеле по Болотову, вы можете сделать вот такой вот порошочек из коры осины. Великолепное растение, недаром оно всегда на Руси считалось как символ борьбы с нечистой силой. Грибок тоже особо чистым не назовешь. Что делает у нас вот этот вот порошочек коры осины? Он убивает в организме грибки, вирусы, помогает бороться с микробами. Что мы делаем? Или мы покупаем в аптеке пачку коры осины, или мы просто нарезаем тоненьких веточек, подсушиваем их, нарезаем на мелкие кусочки и смалываем на кофемолке. И принимаем по пол чайной ложечки, запивая полстаканом теплой или прохладной воды, как вам удобнее, два-три раза в день. Помним, что порошок коры осины может сильно разжижать кровь. И у женщин может провоцировать длительные и обильные месячные. Поэтому в эти дни мы его не принимаем. Также порошок коры осины придется пить месяц-два, не меньше, для того, чтобы полностью вычистить наш организм. Также внутрь можно пить чай из той же Вероники Усколистный. Также можно обрабатывать дополнительно с настойкой, ногтевую пластину и эфирными маслами, чайного дерева, эвкалиптом и розмарином. И необходимо помнить, что лучшее лечение – это все-таки профилактика. Укрепляйте свой организм травами, здоровьем. Чаще бывайте на своей любимой даче. Подбирайте какие-то доступные для себя методы природного оздоровления. И будьте здоровы!